Здравствуйте! Сегодня мы ознакомимся с вами с творчеством трёх выдающихся отечественных философов, творческая деятельность которых протекала в условиях советской власти. Прежде всего это Густав Густавич Шпет. Он получил философское образование в Киевском университете. В Киевском университете поначалу Шпет обучался на физико-математическом факультете. Это обучение было прервано, он был исключен из университета за участие в социал-демократическом движении, а после восстановления перешел на историко-филологическое отделение. Закончил его, участвовал весьма деятельно в философском кружке, созданном выдающимся русским психологом и философом Челпановым. И вместе с переездом Челпанова на работу в Московский университет, вместе с ним он также перебрался в Москву. В 12-14 году он проводит время в зарубежной командировке, слушает лекции Гусерля в Геттингене, Германии, а также проводит некоторое время в Париже. По возвращению Шпет публикует свой первый значительный труд, явление и смысл, который представляет собой критическое изложение феноменологии Гуса. Нужно сказать, что феноменология Гусерля явилась новым словом в западной философии и сыграла важную роль в ее последующем развитии. В частности, одна из самых глубоких и интересных философских концепций. Философия Мартина Хайдегера во многом обязана феноменологии Гусерля. Сам Хайдегер был его учеником и по признанию Гусерля лучшим учеником. После публикации этой книги Шпет работает над большим трудом «История как проблема логики». Первая часть этого труда вышла в 1918 году. Вторая часть не была опубликована при жизни Шпета и появилась свет буквально год тому назад. Она была издана только в наше время. После этого Шпет печатает целый ряд книг и статей принципиального характера. В частности, «Сознание и его собственник», «Мудрость или разум». В начале 1920-х годов выходит первая часть, к сожалению, на этом работа над этой книгой прервалась, первая часть его знаменитых очерков по истории русской философии, о которых у нас также пойдет речь. Появляются работы «Эстетические фрагменты», очерки по этнической психологии, затем очень важная принципиальная работа «Внутренняя форма слова». Отметим, что две крупных работы, помимо второй части «История как предмет логики», а именно «Язык и смысл», и герменевтика, и ее проблемы не были изданы при жизни Шпета. После революции Шпет включается в достаточно активную научную жизнь. Он директор Института философии, созданного при МГУ в 1921 году, но недолго. Начавшийся процесс вытеснения немарксистской философии из научных и образовательных учреждений приводит к смене директора. Шпет трудится в Государственной академии художественных наук. И там занимают очень важные посты. Он не только курирует философский отдел этого института, но и фактически является руководителем его в целом. Он был вице-президентом, Гахн, так называемым. В 1928 году деятельность этого научного учреждения также была прервана. Он был преобразован. Шпет был освобожден от работы. И достаточно продолжительное время мог заниматься лишь публикацией переводов, преимущественно художественной литературы. Так им были подготовлены и изданы печати драмы Байрона. Был подготовлен перевод записок Пиквирского клуба Чарльза Диккенса, который не увидел свет, но увидел свет большой комментарий Шпета, характеризующий жизнь многосторонней Англии времен, в котором относятся сюжеты записок Пиквирского клуба. В 1932 году Шпет был арестован и отправлен в ссылку. Место ссылки менялось. В 1937 году в конечном счете он был вновь арестован и после весьма скорого суда, так называемой «тройки», в ноябре месяце расстрелял. Вот так оборвалась жизнь одного из замечательных русских мыслителей. Человек, который был полон великолепных планов, которым не удалось осуществиться. Мы не можем, разумеется, притязать на то, чтобы ознакомиться с этой всесторонней деятельностью Шпета в полной мере. Наша задача ограничиться характеристикой, если угодно, его основных философских интуиций, если основных принципов философии, которые придерживался Шпет. Вот целесообразно эту характеристику начать с очень важного для Шпета разделения так называемой положительной и отрицательной философии. Положительная и отрицательная философия. С тем, чтобы вам было понятно сразу, о чем идет речь, согласно Шпету, собственно, подлинной философии, настоящей философией является философией положительной. Что ее отличает? Ее отличает то, что она остается верным единственному и подлинному предмету философии, бытию, действительности. Это, если угодно, так сказать, первый шаг в нашем пояснении существа положительной философии. Обращенность к действительности, к бытию. С какой целью? У положительной философии цель единственная. Это отобразить бытие, бытие как таковое, в его истинности, в его подлинности. Вот такая установка, согласно Шпету, отличает классические античные философии. По возвестникам положительной философии в античности явился Парменид. Это глава так называемой школы Элиата, который вел достаточно четкое разделение между тем, что можно назвать истинное бытие. Истинно – это знание бытия. Для Парменида характерно, более того, отождествление мысли с бытием. Потому что мысль о ничто есть нечто невозможное, немыслимое. Существует бытие и только бытие. И подлинное мышление может быть только мыслью о бытии. Вот, если угодно, этот чрезвычайно важный тезис был развит и удержан философией Платона. Она также может рассматриваться как в общем и целом пример положительной философии. Что же представляет собой философия отрицательная? Вот, быть может, таким характерным примером отрицательной философии может явиться в античности философия одного из знаменитых софистов – Протагора. Основной тезис философии Протагора – человек – мера всех вещей. Вот, как вы можете понять, исходя из этого суждения, на передний план Протагор выставляет самого человека, если угодно, человеческую субъективность. Бытие отступает на задний план. Бытие, как таковое, представляется невозможно постичь его истинности. Каждый раз человеку дается то, что он проецирует на бытие. Человек есть мера всех вещей. Уже в философии нового времени классическим образцом отрицательной философии явилась философия Канта. В философии Канта, как вы знаете, вещи в себе есть то, что непосредственно человеку не может быть дано в актах познания. Человек знаком лишь с явлением. А явление – это своеобразный сплав того материала, которое дают вещи в себе, и априорных форм человеческой чувственности и рассудка. Это слияние вне нас существующего с некоторыми особенностями нашей познавательной организации. Явление в этом смысле отлично от бытия как такового. И, следовательно, бытие как таковое нам не может быть дано. Вот это предварительное разграничение положительной и отрицательной философии, разграничение, если угодно, в историко-философских иллюстрациях, мы теперь должны понять том его существе, которое развивается самим Шпетом. Итак, предмет философии, положительной философии – бытие. И бытие это должно быть постигнуто таким, каково оно есть. Следовательно, бытие постигается по выражению Шпета – его истинность. Предметом философии как знания является, следовательно, истина, «То есть то, что есть, бытие, не тот или иной вид бытия, в частности, а само бытие, как такое, в его сущности, значит, бытие – противоположность небытию». Вот для того, чтобы хорошо осознать смысл этого положения, нам необходимо сказать несколько слов о феноменологии Гуссерля, которая сыграла важную роль в окончательном оформлении философских воззрений самого Шпета. Гуссер – немецкий философ, математик первоначально, математик, который заинтересовался философскими аспектами обоснования математического знания, и в этих своих исследованиях выступил резко против таких распространенных приемов обоснования, которые опираются на человеческую психологию, исследовательно, практикует так называемый психологизм, понимание истин логики и математики. Другим предметом острой критики Гуссерля был так называемый релятивизм, то есть убежденность, что человеческое знание имеет возможность постичь только относительные истины. Абсолютные истины, как таковые, человеку никогда не могут быть даны. Вот, если угодно, Гуссерль выдвигает программу, которая может исключить какие-либо притязания психологизма и релятивизма на разработку концепции истины. Пафос Гуссерля заключается в том, что истина – это то, что в полном смысле слова не является зависимым от человека. Истина и все истинное существует постольку, поскольку она есть сама по себе, независимо от чего-либо. Легко усмотреть в качестве истока этого пафоса сами профессиональные занятия, прежние профессиональные занятия Гуссерля – занятия математикой. В самом деле математические истины располагают нас к тому, чтобы признать их независимость от чего-либо. От того или иного развития человеческой культуры, от самого факта существования человека, существует он или не существует, истина есть истина. Вот эту концепцию Гуссерль стремится развить не на путях старой метафизики, постулирующей какой-то особый вне человека истинно сущий мир в самых различных вариантах, а он стремится выявить вот эту непоколебимую истинность, анализируя чистое сознание. Вот с этой целью Гуссерль и разрабатывает так называемый феноменологический метод. То есть такое исследование, содержание наших мыслей, когда нам удается пробиться, последовательно отстраняя то, что привнесено в наше сознание извне, из внешнего мира, пробиться к чистым формам мыслей. Тем чистым формам мыслей, которые оказываются фундаментом всего нашего знания. С этим связано и представление о возможности создания философии как строгой науки. Она оказывается строгой в особом смысле. В том смысле, что пробивается к такой совокупности мыслительных, мысленных, идеальных содержаний, образов, которые нельзя обосновать с помощью чего-либо, которые напротив оказываются первоосновными в системе нашего знания. Пафос Гуссерля заключается и в том, что это не истины, присущие вот просто человеку, а это одновременно и истины окружающего нас мира. Правда. При этом Гуссер делает акцент на человеческой стороне. А именно, он акцентирует чрезвычайно важную роль в качестве непосредственного предмета исследования само человеческое сознание. Само человеческое сознание. Финологический метод направлен, собственно, на мышление о предметности. В философии Гуссерля развивается очень важное понятие, введенное ранее Брентана, понятие интенциональности. Кратко смысл его заключается в том, что сознание всегда дается нам в форме предметности. Оно не бессодержательно, оно предметно, оно направлено на предмет. Вот эта интенциональность как бы позволяла схватить тождественность чистого сознания его форм и одновременно бытия, выразить бытие в его истины. Вот, собственно, по этому пути идет и Густав Густавич Шпет. Философия как знание, отмечу, в отличие от философии как мнение, сознается только тогда, когда мы направляем свою мысль на самую мысль. Вот это обстоятельство, эта мысль нуждается в некотором пояснении. А как же может быть мысль направлена на самый предмет, что в этом, так сказать, плохого? Ведь в действительности, когда мы направляем свою мысль на некий предмет, он все равно нам дан как бы в нашем собственном восприятии, в нашем собственном знании. Что же имеется в виду все-таки? Вот в виду имеется следующее. В виду имеется то, что мы как раз опускаем это обстоятельство. Мы не придаем ему значения. Мы обманываемся, полагая, что мы имеем дело как бы с предметом самим по себе. Но это не так по Гусарлю и по Шпету. Поскольку в это содержание внесено многое из того, что не будет отвечать критерию подлинной очевидности. То, что привнесено, то, что связано с нашими привычками, предрассудками, убеждениями. Вот необходима такая очистительная работа. А эта очистительная работа и предполагает, что мы всегда помним о том, что философствуя, мы делаем предметом, непосредственным предметом нашего рассмотрения самую мысль. И наша задача заключается в том, чтобы идти по этому пути, никогда не отступая от него и, следовательно, не подпадая под власть того, что нами не контролируется, нами опускается. Вот еще одна мысль. Для мысли мысль открывается в себе самой, в своей подлинной сущности, а не как возникающие и приходящие, нам кажущие. Здесь подлинно незыблемое сердце совершенной истины. Как видите, для Шпета очень важно подчеркнуть то обстоятельство, важное обстоятельство, что движение по анализу мысли, по отсечению того, что в рефлексивном плане представляется неочевидным, привнесенным в нее и так далее, единственно гарантирует нам возможность проникновения к истины. Есть еще и другой план. Этот план раскрыт другой идеей Шпета. «Бытие само по себе есть бытие и только. Лишь через мысль бытие становится предметом мысли и, следовательно, предметом философии как знания». И далее. «Бытие философский есть через мысль. Предмет мысли и предмет бытия есть одно и то же. Есть один предмет». Смысл этого тезиса и одновременно эта фундаментальная черта положительной философии заключается в том, что человек и объект познания не противостоят друг другу. Акт человеческого познания – это бытийственный акт. Это как бы акт осознания бытием самого бытия. Мы с вами уже знакомы с такого рода представлением и суждением о познании. Оно очень характерно для традиции русско-религиозной философии, которая отвергает противостояние, трактовку познания в форме противостояния субъекта и объекта. Рассматривает отношение, акт познания как бытийственный акт, как акт раскрытия сущности. Так вот, для Шпета очень важно то обстоятельство, что самая возможность раскрытия этой истинности возможна только на путях тождественности ее бытии. Вот это принципиальное положение. Это принципиальное положение, и оно вносит известное различие. Ту концепцию феноменологии, которую развивал Гуссель, и которая в некотором смысле несет на себя отпечаток гносиологичности, который все-таки сохраняется в известном отношении развлеченность субъекта и объекта, и, скажем, Шпетовской, где прилагаются значительные условия для того, чтобы снять такую развлеченность и противопоставленность. Очень важное значение в процессе такого мысленного постижения бытия Шпет отводит интуиции. В сущности, вот тот конечный путь, путь прихода в результате анализа, в результате так называемой феноменологической редукции к очевидностям сознания, это путь, в конечном счете, работы нашей собственной интуиции. Само феноменологическое описание бытия в его истинности есть искусство такой интуиции, многообразное. В этой связи возникает вопрос о том, как же может трактоваться бытийственно, сущностно феномен, всем нам хорошо известный, феномен иллюзии. В субъект-объектной схеме иллюзия трактуется как неверное отображение реальности, как нечто само в себе ошибочное, несоответствующее бытию. Шпет развивает иной взгляд. Для него существо иллюзии не в содержании этой иллюзии, а в том, что это содержание относимо и располагаемо не к тому, к чему оно должно быть отнесено и расположено. Таким образом, проблема иллюзии – это проблема как бы ложного места смысла. Вот местоположение смысла не отвечает содержанию того, что мы называем иллюзией. Вот это дает нам основание представить себе в конечном счете общую конструкцию того, что можно было бы назвать шпетовским представлением об истинно сущем бытии, о бытии в его истинности. Бытии взятом не в каком-то частном виде, не в какой-то эмпирической определенности, а именно философски. Бытие как таковое. И нам остается удостовериться в следующей картине. Бытие представляет собой тотальность. Тотальность, в которой все основополагающие определенности связаны друг с другом. Занимает определенное место. Характеризуется определенным смыслом. И вот, собственно, когда нам в результате фенологического анализа удается постичь определенность бытийственную, истину бытия, именно таким образом решается та задача, которая стоит перед философией. Другое дело, что сама эта задача в силу сложности, можно сказать, бесконечной сложности мира, никогда не может быть решена окончательно. Но важно то, что каждый такой шаг приводит к тому, что именуется шпетом твердым, настоящим, подлинным знанием. И вот здесь я хотел бы сказать несколько слов об одной очень важной антитезе. Вот я уже упоминал небольшую работу, ну, можно сказать, статью Густава Густавича Шпета, которая называлась «Мудрость или разум?». Вот это противостояние для Шпета очень важно. Разум – это знание. Мудрость – это мнение, это фантазии, это не путь науки, это путь мировоззрения, это путь мудрости действительно, морали, это путь идеологии, но не твердого и однозначного знания. Согласно Шпету, вот эта антитеза, или за этой антитезой стоит антитеза двух исторических начал – Востока и Запада. Восток – это колыбель мудрости, это колыбель псевдознания. А Запад открыл возможность твердого и точного знания. И Шпет рассматривает историю мировой мысли именно сквозь эту антитезу. Она нашла свое, вот такая установка, нашла свое отражение и на шпетовском анализе истории отечественной философии. По общему признанию, это весьма суровая история. Она отказывает праве на философию очень многому. В сущности, Шпет довел свой очерк истории русской философии до 30-х годов 19-го столетия. Это действительно время пролога. Но вот и в этой части Шпет оказывается несправедливым в отношении многих русских мыслителей, поскольку его понимание, его концепция философии носит очень жесткий характер. Шпетовская идея есть рациональный смысл. Действительно, сплошь и рядом нам приходится различать то, что мы называем почтенным словом философским знанием и пренебрежительно, например, некоторым идеологическим рефлексом либо каким-то проявлением специфического, особого мировоззрения. Но вместе с тем, вместе с тем, вот это развлечение, оно во многом носит конкретный и контекстный характер. Оно вряд ли может быть истолковано как таковое и проведено так жестко, как его проводит Шпет. На самом деле и то, что выступает как полноценное философское знание, несет в себе мировоззренческое начало, то есть связано с определенным мирочувствованием и миропереживанием конкретных людей конкретной исторической эпохи, несет оно в себе и идеологическую компоненту. Вообще идеология не есть нечто само по себе просто зловредное. Идеология жизни человека имеет очень важное значение. Она как воздух для живого существа, у которого есть легкие. без идеологии человек существовать не может. Вот то слово, вернее тот оттенок этого понятия, оттенок негативный, отрицательный связан с тем, что скажем такие идеологические концепты, идеологические построения приобретают характер деструктивный, характер сдерживающий, характер противодействующий жизни. Вот тогда речь идет об идеологии как о чем-то негативе. Сама по себе идеология может не притязать на знания вещей такими, какими они есть. И сплошь и рядом человек обходится без таких знаний. Человеку скорее в повседневной жизни важно знать, что есть нечто по отношению к нему самому и каким должно быть это определение. Так что, хотя с одной стороны такое развлечение проводить приходится и необходимо проводить, вместе с тем мы не можем осуществить вот такое разделение с чрезвычайной жесткостью, разнести два этих типа смыслов абсолютно, так, чтобы они не пересекались никоим образом. В человеческой жизни, напротив, они не только пересекаются, не только проникают друг в друга, но и поддерживают друг друга. Поддерживают друг друга. Так что, и само знание сплошь и рядом становится возможным, новое знание, в силу того, что оно мотивировано новой идеологической компонентой. Она, как таковая, может не входить в это знание, но без нее само это знание не возникает. Вот эта принципиальная такая философская концептуальная схема, выработанная Шпетом, прилагалась им к рассмотрению самых различных конкретных проблем. Ну, конкретных относительно, они не доводятся до уровня специальной науки и существуют, ну, как бы, в качестве предмета философского рассмотрения. Это и проблемы истории, это и проблемы этнической психологии, это и проблемы, связанные с философией языка, внутренняя форма слова. и герменевтика. У нас нет возможности проследить за тем, как и в какие-то конкретные результаты вот эта позиция, в каких-то конкретных результатах эта позиция нашла свое выражение. Я смею только заверить вас, что труды Шпета не стали достоянием исключительно истории, а сохраняет свою актуальность и в наше время. Это дает нам основание отметить, что в общих философских разработках Шпета была та рациональность, которая свойственна вообще разнообразным вариантам феномологической философии, которая и в настоящее время является живым делом и находит применение и в социальных науках, праве в частности, в общем, скажем, в искусство знаний, в других областях, что не свидетельствует, разумеется, о том, что это единственно верный и единственно плодотворный подход. Следующим философом, о котором у нас пойдет речь, является Лосев Алексей Федорович, проживший долгую и, можно сказать, подлинно многотрудную жизнь, поскольку также в качестве философа независимого, самостоятельного философа религиозного, тем более он подвергался гонениям, был репрессирован, долгие годы, с начала 30-х, с 32-го года по фактически середины 50-х не мог публиковать своих произведений собственно научных и жил только 42-го года преподаванием и до этого переводами в основном классической философской литературы. последние годы в связи с общим ослаблением идеологического контроля, в связи с необходимостью каких-то шагов навстречу людям, творчество которых признано широко во всем мире, вот эта жизнь более-менее нормализовалась, Лосеву удалось издать монументальный труд, посвященный истории античной эстетики, а фактически это история античной философии культуры, многотомный труд, вот, и целый ряд других работ. Лосев не попал в списки высылаемых, но, тем не менее, тем не менее, с начала 20-х годов он не мог печататься, и только введение НЭПа и появление частных типографий позволило ему период с 27-го по 30-й год опубликовать сразу 7 книг, 7 книг. Эти книги выходили не под грифом издательства, помечалось, что это авторское издание, издание автора, самого автора, его страх и риск. Вот некоторые из них, в частности, диалектика мифа и стала основанием для последующих репрессий, о которых я уже упоминал. Но обратимся с вами к существу лосевской философии. Лосев развивает вариант философии всеединства. В этом отношении он близок к другим всеединцам, в частности, и к философии Владимира Сергеевича Соловьева. Вот вместе с тем это достаточно оригинальная концепция, концепция, в которой важное место отводится двум понятиям имени и мифу. Так что мы с полным правом, имея в виду корпус оригинальной метафизической философии лосева, говорить именно о философии имени и о философии мифа. И вот я хотел бы вкратце пояснить смысл основных конструктивных элементов лосевского представления о существе философии, ее задачах и о предмете. Лосев придерживается классического понимания философии как учения об абсолюте или первосущности. Учитывая религиозно-философский характер лосевских исследований, понятно, что речь идет не просто об абсолюте, а это и попытка вести философские построения живого христианского бога. не будем об этом забывать, хотя когда все это именуется первосущностью или абсолютом, то при этом естественно возникает возможность понять эти термины как бы буквально в их отплеченном содержании. Поэтому я делаю это оговорку сразу с тем, чтобы потом специально не обращаться к этому. Вот согласно Лосеву в общей конструкции мирового целого абсолют представляет собой абсолют или первосущность представляет собой чисто идеальную силу, которая имеет три основных формы своей выраженности. Это эйдос, миф и символ. Вот Лосевом вводятся эти понятия. Эйдос это вид, это нечто близкое платоновской идее. Миф это то, что объемлет органично в целом эйдосы. Символ это аспект выраженности, который имеет место в самом абсолюте или в самосущим. Вот абсолют или самосущие существует наряду с тем, что Лосевом именуется иным мионом. Ну, скажем, для Платона это и ничто или материя. Это близкие друг к другу смыслы. Не чуждается и понимание иного имена в качестве материального начала и Лосев. И вот общая конструкция мирового целого заключается в том, что абсолют и первосущие получают свою выраженность в ином, в мионе, в материи. Причем степень этой выраженности может быть различной. Она может быть большей или меньшей. больше или меньше. И с этим связаны как бы градации самого материального бытия. Если угодно градации по отношению к заключенному в нем началу абсолюта или, скажем, духовного начала. Вот из этих форм Лосев выделяет в свою очередь три таких формы как человеческая личность, скажем, кроме того и просто личность, энергия сущности и имя. Эти понятия нуждаются в пояснении. Начнем с имени. Для нас имя это как бы слово обозначающее собой некий предмет. Лосевым оно берется скорее в метафизическом отношении. Имя это не просто слово привязанное к предмету, хотя имя имеет отношение к такой операции, к именованию, именованию от лица человека. Для Лосева имя это метафизический акт. Имя это скорее то, что позволяет выразить себя в меоне в абсолютном содержании. То есть это смысл образования, источником которого является первосущая или абсолютная. у Лосева есть и такие суждения. Суждения о том, что существует смысл и только смысл. Я специально привожу его не для того, чтобы развить эту мысль, а для того, чтобы подчеркнуть чрезвычайную важность вот именно этого начала, начала смысла. Лосев иногда склонен к таким категорическим характеристикам для того, чтобы яснее оттенить высказываемую им мысль. Именование это придание чему-то смысла, это обретение чем-то определенным смысла, смыслового содержания, смыслового наполнения. выражаясь иначе, это творение бытия в его определенности. Именовать это творить бытие в его определенности. вот здесь мы можем схватить определенные сближения с философией Шпета. Это, конечно, не более, чем сближение. Сближение это заключается в том, что и философской интуиции Шпета и философской интуиции Лосева смысл характеризуется определенной как бы завершенностью окончательности в своем существе. У Шпета эта окончательность связана с местом смысловой определенности тотальной тотальности действительности. У Лосева оно связано с актом так называемого именования. То есть внесение смысла в меон, в ничто, в материальность, придание ему определенности, так сказать, как бы характерности. Другое начало это личность. В сущности Полосеву все оказывается в той или иной мере личностным. Личностным постольку, поскольку абсолютное, абсолют или первосущие несут в себе это начало. и оно неизбежно сказывается на любом предметном оформлении. Но естественно, что вершиной такого оформления оказывается собственно личность в узком смысле этого слова. То есть собственно человеческая личность. всякая становящаяся вещь и весь человек с его свободной духовной деятельностью есть ничто иное, как момент выражения излияния действия и прочее только абсолютной самости. Вот это так называемая абсолютная самость и есть то, что можно назвать то, что называется первосущим и абсолютом как таковым. И другое начало это миф. Это миф. миф есть бытие личностное или точнее образ бытия личностного личностная форма лик личности. Вот это понятие философии Лосева является очень таким и сложным и чрезвычайно нагруженным понятием. и я буквально несколько слов хотел бы о нем сказать. Миф следует толковать как вот такую смысловую целостность, базовую смысловую целостность. Ничто в том числе и в человеческой культуре и в человеческой деятельности, духовной деятельности в первую очередь не минует этой формы. все базируется на деле. Она питает эта форма буквально все и науку, которую обычно противопоставляют мифу. Да и к слову, вот это понятие миф употребляется все-таки Лосевом не совсем имеется в виду не совсем то, что обычно именуется мифами, но в том, что именуется мифами, мифами прежде всего религиозными, Лосев то и усматривает самую как бы первозданную форму такой смысловой структуры. И вот это понятие абсолютного и относительного мифа. Относительный миф это как бы определенная проекция абсолютного мифа, его конкретно историческое и конкретно предметное выражение и оказывается очень важными инструментами в анализе в Осевом истории человеческой культуры, истории философии, понимании человеческой деятельности, многообразных ее видов, имеется в виду в частности и искусство, трактовку. Вот это наиболее важные понятия, на которых я хотел остановиться в связи с характеристикой философии Лосева. А сейчас перейти к такой краткой сжатой характеристике творчества Михаила Михайловича Бахтина. Михаила Михайловича Бахтина. Ну, Бахтин также прожил нелегкую жизнь. Творчество Бахтина было творчеством исключительной силы, очень ранним. Уже в 20-е годы Бахтиным были созданы основные его труды, выдвинуты основные идеи. Так же, как и Лосев, он подвергался репрессиям, арестам, ссылкам. жизнь его в основном после окончания ссылки, которая, слава богу, не закончилась его гибелью и смертью. Жизнь его, преподавательская деятельность в Чебоксарском педагогическом институте, в общем, до выхода на пенсию. И только последние годы жизни, с помощью друзей ему удается перебраться в Москву, иметь там весьма скромное жилье, весьма скромный доход. Но приходит самое главное слава и известность. Собственно, слава приходит уже в 60-е годы, когда в Европе один за одним издаются его труды и поднимается невероятный, так сказать, бахтинский бун, который был особенно сильным во Франции, ну и, кстати, в других странах и в Америке, и в Англии. Так что Бахтин, в отличие от Шпета и Лосева, получил очень такую широкую международную известность и на протяжении в основном второй половины 60-х, 70-х, 80-х годов возникла, можно сказать, без преувеличения колоссальная бахтиноведческая литература. И многие десятки исследователей за рубежом и большое число наших отечественных исследователей были заняты изучением идей Бахтина. А Бахтин большую часть как профессионал был как бы литературоведом. Философом Бахтин не был так сказать как бы по выполнению своих прямых обязанностей профессиональных. Он ее не преподавал и даже те произведения, которые мы могли бы назвать философскими, они вышли не под именем самого Бахтина, а под именем его друзей. Это такая сложная проблема. Нам ясно, что участие Бахтина в таких работах как фридизм, в таких работах как марксизм и философия языка, формальный метод литературы ведения, который включает в себя очень большую, я бы сказал, мощную философскую компоненту, так вот, его участие в их создании было решающее. Это не означает, что не было какого-то вклада и Волошиного, Медведева, под именем которых выходили эти труды. Но, тем не менее, вопрос остается таким несколько неопределенным, потому что неясна как бы мера искреннего участия Бахтина в развитии этих идей. То есть, насколько они оказываются всецело его идеями. Поэтому в основном речь идет о двух трудах Бахтина. К ним можно прибавить и изданные уже в 80-е годы юношескую работу к философии поступка, собственно, философскую работу, может быть, единственную как таковую философскую работу. А два основных труда это проблемы поэтики Достоевского, посвященные анализу художественного творчества Достоевского, изобретение полифонической структуры романной, геологической, о чем у нас сейчас пойдет речь, и Франсуар Рабле, и народная культура средневековья и возрождения, где развивается очень важное в философском, культурологическом отношении понятие карнавализации и внесен целый ряд других очень важных понятий, конструкций для понимания феномена культуры, жизни его и так далее. Мы с вами остановимся на трех основных идеях философского характера, принадлежащих Бахтину. Первая, которая была буквально спормулирована первой, совсем юношеской, очень короткой работке, напечатанной в газете, которая называлась «Искусство и жизнь». Идея этой работы очень проста и в то же время потенциально богата возможностью своего многопланового развития, как оно и случилось в реальной жизни Бахтина. Искусство и жизнь. На что обращает внимание Бахтин? Бахтин обращает внимание на то, что современные культуры различные сферы духовной деятельности, таких как, скажем, искусство, наука, философия, как бы распались. Они существуют в своей автономности, они живут по своим законам. Но полагает Бахтин в личности они должны обретать внутреннее единство. Вот то единство, которое мы как бы не обнаруживаем в их внешнем публичном существовании. И вот здесь Бахтина отмечает следующее обстоятельство. Отсутствие в личности этого единства. Получается так, что сам человек как бы раздваивается. он один в жизни, в обычной человеческой жизни, и другой, скажем, в искусстве, другой в философии. Вот это и становится предметом особого беспокойства. Он вводит очень важное понятие, понятие личной причастности бытия, понятие поступок и ответственности. О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы как раз преодолеть, вот так сказать, эту отчужденность, выдвинуть такую концептуальную философскую схему, которая бы способствовала обретению цельности человека, его полноценной ответственности в этой жизни. Бахтин констатирует то обстоятельство, что современная философия отходит от решения этой задачи, не замечает ее. И здесь мы должны зафиксировать бахтинскую потребность опять-таки бытийственной антологической трактовки познания и духовной деятельности. То есть само слово поступок трактовка как события или через дефис события это попытка опять-таки снять противопоставленность и разведенность субъекта и объекта. В нашем случае и жизни и мысли, жизни и художественной деятельности. Вот на это бахтин устремляет свое внимание. К сожалению, так уж получилось, что в русле намеченных им в этой незавершенной работе идеи ему не удалось так сказать реализовать свой замысел всецело. Но на путях или в русле этого замысла бахтин приходит к очень важным основополагающим идеям вот на двух из которых мы с вами специально становимся. Одна очень важная идея это идея диалога. диалога диалога как формы бытия, диалога как начало пронизывающего нашу духовную жизнь и деятельность. Вот эту диалогичность, полифоничность бахтин как бы открывает в материале романов Достоевского. он обосновывает особый взгляд на творчество Достоевского, взгляд который вообще оспаривается, поскольку эта диалогичность после ее открытия бахтиным рассматривается не как особенность вот именно творчества только Федора Михайловича Достоевского, а если угодно как то, что наличествует скажем уже в произведениях Шекспира и то, что встречается неоднократно в истории европейской литературы и европейской культуры. Но суть не в этом. Суть следующая. С точки зрения Бахтина Достоевский как автор обращается по-особому своими героями. Вот скажем, в отличие от другого великого писателя, современника Льва Николаевича Толстого, он не делает своих героев исключительно выразителем собственного взгляда и только. Герои его литературных произведений благодаря особой своеобразной писательской активности обретают самостоятельный голос. Голос независимый от авторского голоса. Поэтому мы имеем дело вступая в мир героев Достоевского с не некой, так сказать, организованной, как у Толстого, расстановкой сил и иерархии с определением истинного или ложного, жестким, а мы вступаем в мир, где в полном смысле имеет смысл нескончаемый, незавершаемый диалог. Бог. И где мир, личностный мир у людей, не характеризуется такой завершенностью, объективированностью, или, как говорил Бахтин, овнешненностью. Вот это на первый взгляд как бы несложная мысль. Она имеет очень большие свои, так сказать, последействия и свое развитие в самых различных областях. Вот то, о чем я говорил, резюмируется, скажем, такой, в таком тексте Бахтина. Достоевский раскрыл диалогическую природу общественной жизни, жизни человека. Не готовое бытие, смысл которого должен раскрыть писатель, а незавершимый диалог с становящимся многоголосым смыслом. Вот как мы видим, как мы видим, это как бы предвестие того, что наше видение мира, наше видение требует определенной трансформации. И в целом Бахтин характеризует эту трансформацию следующим образом. Вещная модель мира сменяется моделью идеологической. Вот для этого нам нужно как бы более обстоятельно рассмотреть противопоставление развиваемой Бахтиным диалогизма и монологизма. Контекст, в котором оно, это противостояние развивается тот самый ранний контекст времени небольшой работы искусства и жизни. Вот там мы видим, что культура противостоит человеку как мир с установившимися правилами и собственно действие человека это действие согласно этим правилам. То есть человек как бы входит в этот мир, входит в это пространство под именем наука, философия или искусство и подчинен действию этих правил. Он оказывается как бы выпадает то, что можно было бы назвать самодеятельностью самого человека. Он оказывается некоторым элементом в структуре целого и философская мысль и мировоззренческая рефлексия она как бы отвечает такой модели. Здесь мы видим частный пример уже имеющий длительную историю проблемы так называемого отчуждения. В сущности Бахтины фиксирует отношения между человеком и созданным культурой под формулой отчуждения. Когда культура начинает жить собственной самостоятельной жизнью тем самым обрекая человека на анонимность на поступательность он как бы не может совершить поступок поскольку правила известны что и как делать и все это дано вместе. это протест своего рода против особой формулы бытия и отвечающего этому бытию сознания. Вот оно то именуется монологическое. Монологическое от слова монолог. Ну не будем привязываться к этому слову как таковому оно в некотором отношении условно. Сам диалог это формально выражаясь некое так сказать некоторое сопряжение различных монологов. Речь идет не о буквальном а как бы сущностном смысле этого слова. Монологизм это вообще завершенность. это окончательность. Монологизм характеризует особое отношение к миру. К миру в котором выделяется единственное истинное и единственно верное. Это подход к действительности с точки зрения завершенности. Момент становления динамики и изменения актуально выпадает. Он учитывается задним числом, но подверстан под общую монологическую форму. Под общую монологическую форму. вот понимание бытия, прежде всего человеческого бытия, общественного бытия, как бытия говорящего в метафорическом смысле, как бытия несущего смысл, смысл незавершимый, смысл длимый, длимый во времени. Вот эта мысль и оказалась очень продуктивной для понимания не только истории человеческой культуры, но и ее, так сказать, сегодняшнего бытования, ее дления. Она оказалась очень продуктивной для переосмысления методологии гуманитарного знания, гуманитарных наук, для того, чтобы избежать ловушки, которая неминуемо возникает перед гуманитарным знанием, поскольку она ориентирована на стандарты науки. Вот для Бахтина образчиком монологического знания является знание точных естественных наук. оно, несмотря на всю свою динамику, на то, что оно там меняется, развивается, оно каждый раз выступает вот в такой как бы завершающей формуле. Оно не знает того, что именуется личностным бытием. Вот для гуманитарной науки это если угодно средоточие ее проблематики. Единственной адекватной формой словесного выражения подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог. Жизнь по природе своей диалогично. Жить значит участвовать в диалоге, вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться, спорить. Этот список можно длить. Я хотел бы остановиться несколько дольше на этой важной цитате с тем, чтобы пояснить некоторые ее моменты. Вот здесь говорится, что незавершимый диалог это особенность, если угодно, специфика формы словесного выражения подлинной человеческой жизни. Я хотел бы отметить то, что за этим словосочетанием словесного выражения скрывается очень большое многообразие. это не только то, что есть и налицо в нашей живой деятельности, в нашем общении и так далее, но это и то, что входит в состав того же гуманитарного знания. Предмет гуманитарных наук выразительное и говорящее бытие. это бытие никогда не совпадает с самим собою и потому неисчерпаемо в своем смысле и значении. Это частное выражение, частная формулировка того более общего тезиса, с которым вы знакомились как раз перед этим. вот одна из проблем такой исторической науки как история, это проблема понимания, понимания прошлого, понимания памятников культуры, многие из которых живут в наше время, мы к ним обращаемся, это великие произведения искусства, литературы и не только. И вот возникает вопрос, смысл, который они заключают в себе, что это? Можно ли толковать его как нечто в самом себе завершенное? К чему мы как бы способны либо приблизиться, либо напротив удалиться, уяснить часть, но не уснить другое, не постигая его, так сказать, целостности. Вот одно из важных следствий бахтинской концепции как раз заключается в том, чтобы уловить, что живой смысл живет, существует и меняется в диалоге, в том числе в историческом диалоге, вот в нашем обращении к тому, что как бы уже неживое, как бы вот уже ставшее простым текстом, но этот текст говорит, и мы находимся по отношению к нему, по отношению идеологически. Ну и наконец, идея карнавализации, одна из важных идей, вот упомянутой мною книги. Я скажу о ней очень кратко, поскольку самое главное здесь уже сказано. Бахтин открывает как бы два очень важных слоя или аспекта общественной культурной жизни. Это слой официозный, это слой, который отвечает принципу монологизма, завершимости установленных иерархии, твердых и точных правил, которые не пересматриваются, и другой народной смеховой карнавальной культуры, которая не на все время, но в определенные периоды как бы способна все это взорвать, поставить под вопрос, под сомнение и так далее. При всей спорности исследования Бахтина, поскольку оно обращено конкретно к Рабле и к народной смеховой культуре, вот эта идея развивает в сущности принцип диалогизма. Принцип диалогизма как плодотворный принцип человеческой жизни, как то, что способствует переменам в ней, переменам, которые вынашиваются, выстрадываются людьми и осуществляются благодаря вот самой такой структуре человеческого бытия, как бытия в своей основе диалогического. Ну, вот то, что я хотел сказать вам в сегодняшней лекции специально о Бахтине. Теперь я назову вопросы для самопроверки. В чем существует проводимого шпетом различия философии положительной и отрицательной? Каковы основные положения философии Гифа Лосева? Основные направления критики Бахтиным рокового теоретизма и раскрыть содержание концепции диалогизма Бахтина. Вот вопросы, на которые обратите внимание в первую очередь. А сейчас я попрощаюсь с вами. Желаю вам всего хорошего. Спасибо за внимание. Теперь у нас остается еще литература. Спасибо. 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 .